Микс Ньюс Я слышал, что врагов лучше держать поближе. Это сказал тот, у кого было мало врагов. Зима близко. К чему приведут Игры Престолов в современном мире? Цикл программ о явлениях, знамениях и интерпретациях. Культ Просвет. Ведущие Денис Ханов и Вадим Родионов. Да, звукорежиссер подсказывает, что мы в эфире. Не знаю, нужно ли начинать все сначала, представляться снова. Но делаю это, наверное, для того, чтобы подчеркнуть, что зима близко. Меня зовут Вадим Родионов. Я работаю в студии. Звукорежиссер Родион Золотарев и Денис Ханов с нами на удаленной связи. Но тоже из Риги, потому что мы законопослушные граждане и соблюдаем рекомендации нашего правительства. Денис, здравствуй. Здравствуй. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Действительно, я надеюсь, что мы законопослушные. Хотя это понятие в современной очень хрупкой демократии очень растяжимо. И мы как раз сегодня хотели бы поговорить о том, что для того, чтобы быть качественным гражданином, если мы говорим о критериях качества, то необходимо быть критичным гражданином, критически настроенным. Тем, кто будет критиковать и анализировать. И не будет бояться того, что власть каким-то образом может нарушить баланс между гражданином и обществом, и государством. Потому что в демократическом обществе нет такого понятия, как абстрактное государство. Оно не создано чьим-то божественным промыслом или чудесной волей. Это не результат работы какого-то вождя или определенной партии. Как мы, к сожалению, видим это уже во многих странах Европы, особенно за пределами Европы. А государство — это наш собственный проект. Их проекция — в какой-то степени это выражение наших собственных чаяний, наших идей. И, ну, может быть, в какой-то степени, я бы сказал, даже попытка посмотреть на себя со стороны, увидеть, каково качество нас самих как граждан. И здесь я как раз хотел поговорить о том, что в связи с коронавирусом, который не только всем уже надоел, но оказывает очень серьёзное влияние на экономику, на культуру, на политику, на наши эмоции, на нашу ежедневную жизнь. В данном случае очень важно говорить о том, что коронавирус во многих странах становится проверкой на качество демократии. Мы уже не раз об этом говорили в более коротком формате на прошлой неделе. Скорее мы задали вопросы, о которых мы будем говорить в ближайшее время. Но мне хотелось бы сегодня поднять вопрос того, что, скорее всего, я, наблюдая за публикациями моих коллег, знакомых и так называемых фейсбуковских друзей в интернете, я начинаю замечать, что в латвийском обществе, по крайней мере в том пузыре, который мне доступен, среди тех людей, с которыми я общаюсь и к которым я подключён, находится довольно много людей, которые, мне кажется, довольно некритически воспринимают дальнейшую политику выхода из кризиса после вируса. Так как наша программа называется уже теперь в своеобразном прошедшем времени «Зима наступила», да и посмотрите, собственно говоря, за окном, что не утро, то снегопад, поэтому мы можем видеть, что и природа, к сожалению, подыгрывает вирусу, и здесь у нас стихи и драмы со всех сторон. Но я хотел бы ещё раз сказать, что я, не будучи ни вирусологом, ни даже близко знаком с медициной, естественно, здесь я не собираюсь обсуждать профессиональные темы, темы, скажем, динамики вируса и так далее. Всё то, что я получаю, если честно, качественную информацию из СМИ, я получаю из немецких СМИ. Так, например, каждую неделю в Берлине в институте Роберта Коха, того самого знаменитого, который обнаружил и констатировал туберкулёзную палочку, в этом институте руководитель института каждую неделю выходит, условно говоря, в формате как раз вот видеосеминара и конференции на связь с журналистами, с широкой общественностью и рассказывает о динамике пандемии, о том, каковы прогнозы развития, каковы факторы, что можно улучшить, каковы, скажем, паттерны поведения самих жителей Германии. И каждый раз, подключаясь к этой информации, я вижу очень качественно поданную информацию. Это прежде всего попытка рассказать о том, что делать дальше. Потому что, будем откровенны, сама динамика вируса и лечения в руках специалистов, врачей, вирусологов — всё это большинству из нас, смертных, недоступно. На этом как бы можно и порешить. Но вопрос другой. Вопрос выхода из кризиса, из жизни после кризиса, а наша программа как раз называется, скажем, в подзаголовке «Будущее после катастрофы», этот вопрос является объектом дискуссии, ну, собственно говоря, всех тех, кто желает в ней участвовать. Таким образом, это пространство должно быть максимально открыто не только для разных участников, но и для разных версий. Так вот, по поводу отсутствия версий как раз я, собственно, и хотел поговорить сегодня. Потому что меня, например, заботят некоторые тенденции, которые так или иначе прорываются в общении даже с теми, кого я считал людьми, ну, не особенно подверженными, допустим, влиянию, скажем так, идеи того, что надо с трепетом, с придыханием относиться к тому, что делает правительство, которое, собственно говоря, всего лишь работает на нас как менеджеры, ничто более. А это становится всё более и более, скажем, идеей последнего источника защиты и стабильности. Именно это меня беспокоит. И не только меня. Например, немецкая академия наук Леопольдина, которая считается очень авторитетной институцией, это, условно говоря, соединение или, скажем, общество экспертов в разных областях, включая медицину, этику, политику, экономику и так далее. По, условно говоря, просьбе правительства Германии, канцлера, они предложили свою стратегию выхода из кризиса после вируса. Эта стратегия была опубликована буквально несколько дней назад во время пасхальных каникул. Я с ней ознакомился. И надо сказать, что то, что опять меня порадовало, это то, что очень тонко, буквально по каким-то таким мельчайшим, скажем, тональностям или полутонам определяется целый ряд факторов, которые, насколько можно, стремительно нужно преодолеть для того, чтобы экономика и общественная жизнь снова заработали. Например, если в Латвии, по моему мнению, довольно, скажем так, скопом, быстро и без анализа альтернативных версий решили всё продлить до 12 мая, то уже сейчас, как бы, условно говоря, в преддверии окончания пасхальных каникул немецкое общество, я подчёркиваю, именно общество, которое состоит из медиков, из экспертов, из правительственных организаций, из академиков, они обсуждают, каким образом в ближайшее время, после 20-х чисел, можно было бы начать выходить из этого режима, довольно жёсткого режима контроля, изоляции, карантина и запретов. И дело в том, что даже если это не произойдёт, даже если тенденции будут более негативными, чем они есть сейчас на самом деле, даже если нам придётся столкнуться, может быть, со второй волной, потому что мы видим, что из Китая уже приходят сообщения о том, что в бывших эпицентрах первой волны снова увеличилось количество заболевших. Мы не знаем, действительно не знаем, чем всё это закончится, но мы имеем право думать и размышлять о том, как может быть дальше. И это именно то, чего мне, простите, не хватает в латвийском публичном пространстве. Некоторые коллеги указали мне на довольно вялые, блеклые, скажем, фразы господина Левитта о том, что необходимо будет поднимать экономику. Ясное дело, что будет необходимо. Так вот вопрос, какой урон мы сейчас наносим нашей экономике, продолжая, условно говоря, всё там до 12 мая. То есть 12 мая плюс-минус стукнет два месяца, как мы, собственно говоря, не то чтобы на карантине, потому что люди продолжают бегать, люди продолжают заниматься спортом, люди продолжают гулять с колясками, они ездят на машинах на море и так далее, и так далее. То есть в этом смысле мы довольно вальяжно себя чувствуем и живём по сравнению, например, с той же Францией и Германией. Но вопрос в другом. А может быть, есть сценарии, скажем, пониженного риска для распространения болезней всё-таки открытия каких-то секторов? Потому что, например, те же немецкие учёные считают, что, например, именно образование дома, чьим мы сейчас так гордимся, как возможностью защитить детей от вируса, и не только детей, но и, допустим, старшие поколения, возможно, это выход. Этому следуют сейчас и другие страны, даже Германия. Но уже сейчас обсуждается идея о том, а вдруг можно было бы попытаться, условно говоря, снизить риски и всё-таки послать в школы старшие классы. Почему старшие? Потому что они, условно говоря, могут соблюдать дистанцию, ту самую двухметровую, о которой просят. Они в состоянии понять, что это риск, поэтому могут, условно говоря, носить маски. Ну и просто-напросто, если это совсем маленькие дети, таким просто хочется побегать, и какая там дистанция. Может быть, опять же, речь идёт о возможностях. Стоит работать в школах посменно. Ведь когда-то же смены были. Но говорят также они о том, что более длительное пребывание дома и обучение дома может увеличить риск социального разрыва и трещины между разными, скажем, социальными группами. То есть одно дело — это дети состоятельных родителей, например, наших политиков, у которых, может быть, у каждого есть свой компьютер, есть свой, скажем, планшет и так далее. Никакой классовой ненависти, боже упаси. Но вопрос только в том, что они и, например, дети где-нибудь, скажем, в отдалённых районах нашей страны, в Лагайских деревнях, они находятся в совсем несравнимых ситуациях. И на самом деле вопрос ещё, кто может оказать им качественную помощь дома. То есть о чём я говорю? Опять же, я не ставлю под сомнения те области, в которых я ничего не понимаю. Но я просто смотрю, что вокруг в мире может происходить по-другому. Так вот это по-другому в большинстве комментариев на мои тексты, где я задаю вопрос. А вдруг так? А может быть, можно иначе? Это всё натыкается на «Да как ты смеешь?» Да, мы знаем, Денис, всё плохо в Латвии. Но у тебя есть уникальная возможность разработать формулу. То есть там начинается уже некоторая ирония и издёвка, что вполне нормально, люди как бы все немножко на нервах. Но вопрос в том, что я вижу у многих интеллектуалов в Латвии и не только с коронавирусом. С одной стороны, это люди критически настроены к миру искусства, к миру политики и так далее. Но как только речь идёт о каких-то государственных решениях и правительстве, вдруг молчание, никакой критической рефлексии, нету дистанции. Почему бы не задать вопрос? А посмотрите, вот, например, сейчас уже Австрия и Франция думают о ближайшем, ближайшие несколько недель выходе из этого режима. На самом деле, это страны с могучей экономикой. Не будем сравнивать нашу страну и Германию, или, допустим, индустриальный потенциал Франции. Это известно даже такому дилетанту, как я. Но суть в другом. Суть в том, что я вижу вот это придыхание и, условно говоря, давайте не дышать и улыбаться. И вот, увы, я чувствую, что вот это, скажем, извечное желание быть на одной волне с правительством и с теми, кто вершит власть, это не только сейчас по поводу вируса. Это в связи и с беженцами, и с различными меньшинственными группами, и с экономической солидарностью и так далее. То есть, как бы вроде бы неприлично и непатриотично критиковать правительство. Да, но здесь я хотел бы вот такую мысль высказать, потому что, мне кажется, у нас существует мнение, что государство – это что-то не связанное с нами. Почему я об этом говорю? Потому что это всегда очень хорошо проявляется, когда начинают делить деньги. Например, выделять каким-то сферам, отраслям, людям, в конце концов. И говорят о государственных деньгах. Меня всегда этот вопрос интересует, почему кто-то присвоил себе право деньги налогоплательщиков называть государственными. Этническая группа ли это? Например, когда делят, мы дадим это латышской части общества, а на смешинство мы там выделим копейки. Хотя на смешинство, мне очень не нравится этот термин, на смешинство, и почему относят именно непосредственно к ним. Ну ладно, бог с ним. Допустим, есть 37 или 40% населения, которые не являются латышами. И почему, собственно, они не могут претендовать на те деньги, которые они зарабатывают? Более того, я сейчас специально обостряю этот вопрос, потому что он еще в такой плоскости лежит, что большинство представителей нацменьшинств работают в частном секторе, который обеспечивает это государство налогами, и обеспечивает значительную часть людей, которые работают на госслужбе тоже деньгами. То есть это те люди, которые фактически кормят эту экономику. И когда начинается деление государственных средств, у меня вопрос, это деньги чьи? На мой взгляд, это деньги людей, это деньги налогоплательщиков. Нет какого-то монополиста, который сидит и говорит, вот это государственные деньги, а поэтому мы не дадим это русским СМИ, а дадим только СМИ на латышском языке, потому что он у нас государственный, и, собственно, вот его мы и будем поддерживать. Хотя очевидно, например, в чрезвычайной ситуации, что эта концепция не работает, что значительная часть людей, которые говорят на первом языке или на родном языке, на русском, они смотрят российские телеканалы, а не латышские телеканалы или латышские радиостанции. И все это вот в этой кризисной ситуации очень ярко проявляется. И тем не менее, вот эта история про монополию, государственные деньги, мы не можем тратить на, допустим, поддержку русскоязычного сегмента. Государственные деньги, это что? Это в том числе и мои деньги. Я за свою жизнь заплатил кучу налогов. Я не знаю, сколько чиновников я содержу, работая на разных работах и платя все налоги. И поэтому, честно говоря, меня вот возмущают некоторые заявления некоторых наших представителей власти, которые наделяют себя правом говорить, что это наши деньги, потому что государство – это я. Вот у тебя нет такого ощущения? У меня есть такое ощущение, но эта формула, как известно, идет с 17-го столетия, и приписывали ее королю, который занимался развитием политики абсолютизма. Я думаю, что после паузы... У нас будет пауза? У нас не будет паузы, мы сегодня до 40 минуты без перерыва. Великолепно. Хорошо. Таким образом, мы могли бы вернуться к твоей гневной реплике. Я прекрасно понимаю твои эмоции, потому что, например, я вижу в последние годы, насколько недолгоиграющей является политика налогообложения. Мы видели, например, какой хаос был в прошлом году после реформы налогообложения, когда все те, кто законно платит налоги, а это всегда означает, что инстанции, институции, которые оплачивают мой труд или мою экспертизу или еще что-то, они, по сути дела, выполняют все согласно налоговой политике. И тут вдруг получаются сюрпризы о том, что нужно доплатить 200 евро, 400 евро и так далее, простить с чего. То есть это, по сути дела, такие драконовские меры, потому что мы видим, что все больше и больше малый и средний бизнес исчезает из Латвии. Нам об этом не говорят, потому что это правительство, правительство успеха. И, в принципе, мы же видим, что мы, по сути дела, возвращаемся. Что очень интересно мне, как культурологу, насколько в политической культуре Латвии, что мы не видим, например, в Эстонии, дивным, таким чудным образом соединяются две, скажем, прослойки или два уровня. Старый брежневский, брежневская традиция, скажем, докладывать о успехах в народном хозяйстве, там закрома засыпанной, там надоенной и так далее. И в то же время вот такой националистической окраски. То есть, в принципе, та риторика, которая сейчас происходит, она уже началась, в принципе, при Вейонисе, который сообщал о том, что там нужно больше оптимизма, там не стоит критиковать и так далее. Эта риторика была перенята, по сути дела, что называется, Латвийц Нотримдас, у нас, получается, Каринч, который как бы учился и воспринимал зарубежную и западную культуру и политику, он великолепно влился в эту культуру догоним и перегоним, сообщим о достижениях и успехах, там, пятилетка в три года и так далее. То есть, как это ни странно, получается, что старая коммунистическая вот как бы болезнь, которая нас преследует, она великолепно возродилась в новых формах. Это могут быть совсем другие костюмы и галстуки, и совсем другие носители информации или, допустим, автопарк, но, по сути дела, мы возвращаемся к тому же самому. Критика есть суть общественной культуры, демократии. Без критики мы глухи, мы немы и мы не можем выражать свои интересы. В тех странах, которым мы завидуем, условно говоря, даже Финляндия, я не знаю, Швеция, Германия, то есть, что мы всё время говорим, что где-то может быть лучше. Это же ведь речь не идёт о том, сколько там стоят продукты и какова зарплата. Зарплата всего лишь есть результат качества политического публичного пространства. Налоговая политика со всеми, допустим, льготными группами, со всеми реальными свидетельствами того, что налоги работают на население в социальной области, на те проекты социальной солидарности, которые нам и не снились в Финляндии, в Швеции, в Германии. Мы видим, что это не упало само собой только потому, что там производят Volkswagen, а потому, что это культура распределения налогов, это культура дискуссии о налогах, это культура того, насколько коалиция в состоянии, условно говоря, заниматься тем, что мы называем валсты из Кодомашина, то есть государственное мышление. Мы обожаем эту фразу. Её лепят на каждом, красят на каждом заборе. Наш президент очень любит там валсты с грибой и так далее. Но нашим президентом почти не видно, кстати, Эйглс-Левец, тень самого себя, на мой взгляд, на фоне этого кризиса. Я думаю, что как раз те надежды, которые на него возлагали некоторые эксперты, что он станет второй вайровики Фрейбергой, ну, не знаю, хотел он этого или нет. Нет, нет, я думаю, это не произойдет. Он абсолютно бледный в данной конкретной ситуации. Возможно, так и нужно президенту парламентской республики себя вести, но мне кажется, что как президент в период ЧС... Нет, 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 нет. Штайнмайер тоже президент парламентской республики. Штайнмайер, кстати, заметился. Да, и мы видим совсем другие реакции. Например, его обращение перед Пасхой, я скажу откровенно, я, возможно, где-то пропустил, но мне кажется, Левит не обращался с пасхальными поздравлениями или каким-то образом с речами. В Германии есть такая традиция. Штайнмайер, я прочел эту речь. Эта речь простая, ясная, четкая. В ней нет ничего от мы догнали, перегнали, мы великие там дыжены-варены. Мы, по сути дела, он поблагодарил население за то, что они вели себя хорошо, соблюдали ограничения и слушались, собственно говоря, сами себя. И по, кстати, опросу населения, большая часть населения даже поддерживает эти, условно говоря, ненавистные нам все ограничения, поддерживает и даже желает в некоторых случаях их усиления. То же самое происходило, например, в прошлом году, когда население отказалось от преждевременной отмены некоторых налогов. Мы можем себе что-нибудь такое представить в Латвии? Ну ладно, не будем заходить в космические темы, потому что это совсем другая галактика. Речь идет о роли президента в парламентской республике. Штайнмайер сказал о том, что мы спасаем жизни. Он сказал о том, что мы будем работать над выходом из этой ситуации. Мы уже думаем, вот уже есть конкретные планы. Мы сознаем, мы с вами, мы солидаризируемся. Просто, ясно, четко и в то же время символично. Например, он говорил о жизни после катастрофы. Вот как раз наша с тобой тема. Да, я хочу здесь уточнить, что Левиц сказал о том, что Латвия, возможно, станет одной из стран, которая быстрее всех преодолеет кризис. Так что оптимизм он тоже, по крайней мере, на риторическом уровне добавил в это его оптимизм. Да, но он должен был бы, используя экспертные форумы, где он мог бы председательствовать, а ему нравится председательствовать, он мог бы созвать подобный экспертный форум, условно говоря, с прямой трансляцией, и народ бы приник, скажем, к экранам телевизоров, ему бы объяснили, вот условно говоря, экономический сектор, такие прогнозы, социальный блок, такие прогнозы, медицина и так далее, образование и прочее, прочее. А сейчас мы, по сути дела, если ты послушаешь латвийские новости на латвийском радио 1, они убогие. В лучшем случае там сообщается о том, что заболело ещё 2 человека или там 12 госпитализированы и так далее. Не говорится ничего о выздоровевших, не говорится ничего о каких-то публичных форумах и, условно говоря, дискуссиях, которые могли бы обсуждать темы того, как, собственно говоря, не только мыть руки перед едой и носить перчатки, а что, собственно говоря, мы будем делать, когда в середине мая мы увидим, что один за другим магазины закрываются, салоны закрываются, парикмахеры разоряются и так далее, и так далее. Мы не бьём тревогу по поводу целого ряда очень тёмных перспектив и прогнозов. Они абсолютно очевидны. Дело в том, что речь идёт о том, что у нас будет огромный недобор в налогах, у нас будут эти налоговые каникулы, которые, по сути дела, не принесут оздоровление экономике, у нас будет следующая огромная волна эмиграции, потому что уже сейчас, например, люди буквально ищут возможности даже устроиться на сезонные сельскохозяйственные работы в ту же Германию или в другие страны, там потоком туда текут венгры, румыны и так далее, потому что некому там спарту собирать. У нас три минуты остаётся, чтобы резюмировать наш вывод такой сделать. Да, наш вывод такой. Пожалуйста, давайте не будем улыбаться и не дышать, когда правительство о чём-то говорит, давайте критиковать, давайте не бросать всё в один горшок, условно говоря, лояльность, патриотизм и критику. Я люблю мою страну, я люблю людей, я люблю эту природу, я люблю историю этой страны, мне здесь хорошо, я здесь дома и в то же время я имею полное гражданское право сказать о том, что я желаю чёткого, ясного плана выхода, этого плана нет, у нас хаос и в какой-то степени мы видим, что пока что мы просто перезимуем, пытаемся перезимовать. Зима наступила, как мы уже говорим, в нашей заставке мы говорим, что зима близко, но зима уже наступила и мы продолжим обсуждать эти темы. Денис Ханов, культуролог, профессор, был с нами на прямой связи, мы соблюдаем режим изоляции, в этом смысле мы законопоставим. Я очень хочу снова в студию, я очень надеюсь, что скоро мы встретимся и там. Да, но мы тоже надеемся, что скоро эта ситуация будет как-то смягчена и мы наконец сможем нормально общаться, уже не по удалёнке, а в реальности. Спасибо, Денис, что вышел в прямой эфир, программа «Зима близко», «Зима наступила», в студии работал Вадим Родионов, звукорежиссёр Родион Золотарёв. Всего доброго, до свидания.